Добрый вечер! В эфире тугой выпуск Вести Молдова в студии Олеся Кайряк. Вначале коротко о главных событиях первого рабочего дня этой недели. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня Молдова болеет за Лидию Исак. Представительница нашей страны будет бороться за выход в финал Евровидения. А теперь об этих и других событиях подробно. В Молдове осталось всего полторы тысячи ветеранов Великой Отечественной войны. Об этом говорится в заявлении Республиканской организации ветеранов. С каждым годом спасителей мира от фашизма становится все меньше. Так, в Гагаузии этот День Победы впервые прошел без единого героя. В регионе уже не осталось ни одного ветерана. В этом году 9 мая в Камраде впервые отпраздновали без участников Великой Отечественной войны. Несколько месяцев назад в гагаузской автономии ушел из жизни последний ветеран. В Гагаузии ежегодно мы празднуем День Победы. Очень трепетно относимся к этому празднику. Очень много людей собирается. Мы помним, мы чтим, мы очень уважаем наших героев, которые пали, защищая нашу родину. Для нас очень важно, чтобы наша молодежь знала, помнила и хранила память о тех людях. Сказала башка на автономии Ирина Влах. Она выразила уверенность, что 9 мая навсегда останется священной датой в истории народа Гагаузии. Всего Великая Отечественная война унесла жизни более четверти жителей Молдовы. Теперь в живых остались всего полторы тысячи ветеранов, говорится в заявлении председателя профильной организации Аллы Мироник. Ветераны – люди преклонного возраста, которые нуждаются в помощи государства, в помощи социальных работников. Они уходят из жизни не по годам, а по дням. Все неравнодушные должны помочь тем, кто защищал родину в годы войны, тем, кто уже не может помочь сам себе. Призвала Мироник. На 17 миллионов леев выписал штрафов Совет по конкуренции шести фармацевтическим компаниям. Причиной послужило то, что поставщики лекарств отказались выполнять контрактные обязательства по поставкам медикаментов в больницы страны. Речь идет о шести компаниях – DTS Farm, Esculab Farm, Medifirant Group, Sunfarm Prim, Metatron и R&P Bolgar Farm. Очевидно, что компания прикладывает усилия для развития деятельности, но неправильно класть на одну и ту же чашу весов материальную прибыль и жизнь людей. Некоторые фармацевтические компании отказались поставлять в больницы доступные медикаменты, потому что это повлияет на показатели рентабельности. Они не учитывали, что подобные действия подвергают опасности жизни людей. Совет по конкуренции не допустит подобные злоупотребления, говорится в пресс-релизе. Напомним, в середине февраля агентство по лекарствам объявило о повышении цен на более чем 400 наименований медикаментов. Рост цен в среднем на 13%, агентство объяснило девальвацией Лея. Следует отметить, что если национальная валюта укрепится, механизм снижения цены лекарства не предусмотрен. Другим темам. Зеленый город – это уже не про Кишинев. Только за последние два года площадь зеленых насаждений в столице сократилась на пятую часть – до 3000 гектаров. Об этом свидетельствуют свежие данные статистики. На месте срубленных деревьев крайне редко появляются новые растения. Зато стройки – то тут, то там. Гражданские активисты и муниципальные советники возмущаются, однако кто в итоге несет ответственность – неясно. Кишинев всегда считался очень зеленым городом, но все больше деревьев вырубается. Многие из них, как эти тополя, авторизированы с разрешением экологической инспекции. Однако к вырубке деревьев остается еще очень много вопросов. Тут даже два вопроса. Первое, что происходит с землей, второе, что происходит с деревьями. Потому что у нас нет никакого отчета, куда идет эта древесина, а ее очень много, судя по этим вырубкам. И на что она потом уходит? Мы не видим тысячи новых скамеек в парках. Говорят о всяких пилорамах всяких чиновников, которые делают всякую мебель и продают ее. Но мы не можем подтвердить. Это пускай прокуратура этим занимается. По словам активиста Виталия Вознова, границы парков до сих пор не установлены. О деревьях вне парковых зон никто не ведет учет. Общественные организации стараются помогать людям, которые начинают бить тревогу по поводу вырубки деревьев. Но далеко не всегда жители столицы готовы встать на защиту лип, тополей, платанов и других долголетних исполинов. Более того, муниципальные власти смотрят на нарушения сквозь пальцы. Строительство не должно разрешаться в парковых зонах, в скверах. Однако сегодня это происходит в Кишиневе. В первую очередь есть местные власти, которые должны быть заинтересованы в предотвращении нарушений, таких, которые мы сегодня наблюдаем в зоне, прилегающей к цирку, или возле Артемы, возле парка Лунел. Там планируются постройки, которые я считаю незаконными. Предприятие Артема находится на столичной улице Каля-Ешур. Рядом с ним строится автозаправочная станция. На этом участке также не обошлось без вырубки деревьев. Работы идут полным ходом, несмотря на то, что в муниципальном совете до сих пор не приняли окончательного решения по поводу этой зоны. Расстояние между зданием предприятия и заправкой едва превышает 10 метров, при необходимой норме в 50. Этот случай обсуждался сегодня с компанией-застройщиком. Советники винят во всем руководство мэрии. В этот участок получили благодаря коррупции, на мой убежденный взгляд. Потому что юристы при мэрии не участвовали в судебном заседании и забыли обжаловать решение суда, которое вступило, к сожалению, в законную силу. Подобных примеров множество. И пока борьба за зеленый Кишинев с исключительно законными постройками ведется скорее на уровне заявлений, столица Молдовы рискует потерять свое звание города-сада. Ежедневно в Молдове один или два человека заканчивают жизнь самоубийством. Всего на этот отчаянный шаг решаются около 500 человек каждый год. Это официальная статистика. Молдове нужна стратегия по предотвращению суицидов, уверены сотрудники горячей линии, по которой звонят отчаявшиеся люди. Однако до сих пор никаких конкретных действий власти не предприняли. Больше всего случаев зарегистрированного в сельской местности и среди мужчин, как показывает статистика, добровольно сводят счеты с жизнью одинокие люди или те, кто потерял близкого человека. Как отмечает администратор горячей линии по предотвращению суицида Люба Чибан, Молдова нуждается в стратегиях по предотвращению суицида. Она сказала, что в республике растет число попыток самоубийств, в то время как власти игнорируют эту проблему и откладывают на второй план. Мы не раз обращались к властям, начиная от парламентариев и заканчивая органами местного управления. Большинство, конечно, отреагировало положительно на наш призыв составить стратегию по предотвращению суицида. Но это таки осталось на уровне идеи, которая, возможно, и будет когда-то вынесена на обсуждение. По словам администратора горячей линии, в первую очередь нужна бесплатная услуга по предотвращению суицида. На номер горячей линии звонят и могут говорить часами. Вы представляете, люди, которые живут в сельской местности, может им необходимо позвонить и завтра, и послезавтра. Я не думаю, что они могут позволить себе такие траты. Чибан сообщила, что в прошлом году удалось предотвратить примерно 800 попыток суицида. Иногда люди просят приехать к ним домой, рассказывает Люба Чибан. Но это сложно реализовать, так как сама служба горячей линии по предотвращению суицида является благотворительной организацией и мало финансируется, уточнила она. Также администратор горячей линии обратила внимание на отсутствие специалистов в этой области. По данным Генерального инспектората полиции, с начала этого года свели счеты жизни уже 134 человека. По данным ООН, ежегодно более 800 тысяч человек кончают жизнь самоубийством, то есть один человек каждые 40 секунд. О других новостях сегодняшнего дня узнаем из следующего обзора событий в рубрике «Короткой строкой». В этом году Молдова не импортировала ни одного кубометра газа из Румынии. Газопровод Ясунген и в первые три месяца вообще не использовали, следует из отчета Национального агентства по регулированию энергетики. 100% поставляемого Молдову топлива из России. В Наре не уточняют, в чем причина невостребованности румынского газа. Возможно, всему виной цена. На российское топливо она меньше, чем на румынское. Вместе с тем, еще в ноябре прошлого года, румынское издание экономика.нет сообщало, что в зимний период в Молдову не поступит ни одного кубометра газа из Румынии, так как нет спроса и более того, есть технические проблемы. В то же время, несмотря на то, что средняя цена на импорт газа из России снизилась на 22%, это не спровоцировало уменьшение тарифа для конечного потребителя. Напротив, согласно данным Наре, он вырос почти на 2,5%. Украина планирует возобновить экспорт электроэнергии в Молдову, Белоруссию и Польшу. Об этом заявил министр энергетики и угольной промышленности соседней страны Игорь Насалик, подчеркнув, что Украина планирует существенно нарастить экспорт электроэнергии. «Если документ будет принят, мы начинаем массово, в большом количестве экспортировать электроэнергию. Сначала будет восстановлен экспорт Белоруссию, Молдову и Польшу», – сообщил Игорь Насалик. Он напомнил, что три года назад доходы в бюджет Украины от экспорта электроэнергии составляли 700 миллионов долларов. В то же время глава Минэнергоугла Украины не раскрыл, какие именно механизмы по увеличению привлекательности украинского экспорта электроэнергии заложены в проекте постановления Кабмина. Киев надеялся возобновить экспорт электроэнергии в Молдову уже в марте-апреле этого года, однако Кишинев продлил еще на год контракт на поставку электроэнергии с Молдавской ГРЭС. При этом цена на поставку электроэнергии с Молдавской ГРЭС снизилась на 30%. Молдавская ГРЭС расположена в Приднестровском регионе и принадлежит российской компании «Интеррао». Обучение в некоторых молдавских университетах значительно подорожает. Больше всего практически вдвое увеличатся цены на факультете стоматологии Медицинского университета имени Николая Тестимецану. Подорожание коснется лишь тех, кто поступит на первый курс. Стоимость контракта на стоматологическом факультете вырастет с 20 тысяч до 25 тысяч леев, сообщает пресс-служба вуза. Более того, впредь студенты будут обязаны ежегодно выплачивать по 12 тысяч леев для приобретения препаратов и материалов, необходимых в процессе обучения. Раньше все препараты предоставлялись студентам бесплатно. В экономической академии цены поднимут в среднем на 10-12%. Контракты подорожают и в Государственном педагогическом университете имени Иона Клянга, но пока неизвестно, насколько именно. Государственный университет Молдовы и Аграрный государственный университет повышать цены не собираются. Международный независимый университет УЛИМ и Академия музыки, театра и искусств еще не определились. По данным Минпросвещения, в Молдове работают 18 государственных и 11 частных университетов. На прошлой неделе лондонское издание The Higher Education опубликовало рейтинг 100 самых престижных университетов мира. Список возглавляет Гарвардский университет из США. Ни один университет Молдовы в рейтинг не вошел. В Молдове снесут все кресты с обочин дорог в местах ДТП. С такой инициативой выступила Метрополия Молдовы. Демонтажем займутся дорожники. Как отвечает Метрополия, установка крестов вдоль дорог противоречит православным канонам. Было решено, что демонтированные памятники установят над могилами бездомных людей и членов малообеспеченных семей. Однако министерцы транспорта говорят, что пока преждевременно обсуждать эту инициативу, так как нет четкой концепции. По словам заместителя министра Виталия Рабча, рабочая группа, которая должна удалить кресты с обочин дорог, должна представить документ с широким описанием проблемы, потом предложить его к открытому обсуждению. Однако демонтаж крестов и памятников лишь один из вариантов, но не обязательно именно его одобрят, уточнил Рабча. Согласно статистике, в начале года на дорогах страны посчитали примерно 250 тысяч крестов. Завтра на нескольких улицах столицы отключат воду. На Рыжкановке на Московском проспекте водоснабжение прервут почти на весь день, с 10 утра до 7 вечера. Там компания «Газнатуралфеноса» будет ремонтировать коммуникации. С 9 до 9 воды не будет на Чиканских улицах Николая Мелеску Спытару и Игорь Виеру. Там будут подключать новый водопровод. Кроме того, в четверг послезавтра с 9 до 4 дня без воды останутся жители трех первых домов по улице Флорелор, а несколько домов по улице Алба-Юлия и вовсе проведут весь четверг до утра пятницы без водоснабжения. В тех районах будут проводить плановые работы. Более подробную информацию можно получить по телефону Центральной диспетчерской 022-25-66-66 или 022-85-77-77. Продолжаем выпуск. В центре Кишинева в субботу откроется европейский городок. Делегация ЕС в Молдову приглашает всех 14 мая отметить в центре Кишинева День Европы. Мероприятие пройдет в столичном парке имени Штефана Челмаре, передает пресс-служба столичной мэрии. Европейский городок откроет в час дня в парке на площади Европы. Празднования в городке начнутся с официальных выступлений главы делегации Евросоюза в Молдове Перкита Пиола, президента Николая Тимофти, спикера Адриана Канду, премьер-министра Павла Филиппа и мэра столицы Дарины Киртуака. В европейском городке пройдут концерты, организованные представителями государств, членов ЕС и музыкальные выступления Академии театра, музыки и изобразительного искусства. На сцене городка также выступят диджей Систер и молдавские артисты. Затем в городке начнется трансляция финала музыкального конкурса Евровидения. А уже сегодня решится дальнейшая судьба молдавской певицы Лидии Сак на международном конкурсе Евровидения. Вечером в Стокгольме пройдет первый полуфинал, в котором выступит представительница нашей страны. Накал страстей в столице Швеции возрастает. Этим вечером на сцену Ericsson Globe поднимутся первые 18 конкурсантов, в их числе и Лидии Сак. Бороться за право выхода в финал сегодня будут артисты из Армении, Греции, России, Нидерландов, Эстонии, Чехии, Австрии и других стран. Если Лидии Сак удастся пробиться в финал, ее выступление можно будет еще раз увидеть в финале Евровидения 14 мая. Из родной страны за своего артиста голосовать нельзя. Это правило действует для всех стран-участниц конкурса. В то же время каждое государство самостоятельно решает, как распределять баллы. Либо по итогам СМС-голосования, либо как решит жюри. Напомним, Евровидение – это международный музыкальный конкурс среди стран-членов Европейского вещательного союза, крупнейшей ассоциации общественных телевизионных каналов в Европе. Впервые он прошел в швейцарском городе Лугана в 1956 году. Таким был этот день. Напомню, что еще больше информации о происходящем в нашей стране и мире вы можете узнавать круглосуточно на сайте нашего телеканала rtr.md. Я же Алиса Коряк, на этом с вами прощаюсь. Удачной вам рабочей недели и до встречи в эфире.